В Латвии складывается странная ситуация. Дети с аутизмом есть, по статистике их немало, а вот взрослых с аутизмом практически нет. Единицы. Вопрос, куда они пропадают? Нет, аутизм нигде не упоминается. Они, безусловно, есть, помощь какую-то получают, но вполне возможно, что с совершенно другими диагнозами. И ты не можешь ничего делать, кроме сидеть, и изо рта просто льются слюни, и все. У моей собеседницы проблемы с общением, поэтому мы решаем разговаривать дистанционно. Она просит не показывать ее лица и не называть имени. Опасается за свою безопасность. Ей немного за 40, и она ведет борьбу с системой. Пытается получить свой настоящий диагноз – аутизм. Я думаю, что это будет очень серьезная борьба, потому что в нашей стране взрослых аутизм нет. Немного забегу вперед и проверю статистику. Доступны данные за 2017-й. Более свежих пока нет. Моя собеседница права. Смотрим диагноз «детский аутизм». Малыши есть, дети есть, подростки тоже. Четверо молодых людей в возрастной группе от 20 до 24 лет. Старше ни одного. Диагноз «атипичный аутизм». Практически такая же картина. Малыши, дети, подростки. По парочке взрослых в возрастных категориях до 30 лет. Затем снова прочерки. По словам моей собеседницы, как только дети с аутизмом достигают совершеннолетия, их раскидывают под другим диагнозом. Например, умственная отсталость или шизофрения. Мою героиню в 18 лет записали в больную шизофрении. И стали лечить, как больную, шизофрении. Чтобы поставить этот автоматический другой диагноз, надо было лечь больницу. И с этого, в принципе, кончается моя жизнь, в принципе, вообще. Потому что начинаются курсы лечения того, чего вообще невозможно вылечить, в принципе. И эти лекарства, в принципе, 13 таблеток в день с утра до вечера. Как просыпаешься, так сразу таблетки, и твоя жизнь останавливается. И ты не можешь ничего делать, кроме сидеть, и изо рта просто льются слюни, и все. Это лечение, по словам собеседницы, причинило ее здоровью непоправимый вред. Половина пути к настоящему диагнозу – расстройство аутистического спектра – уже пройдено. Сделан тест, получен результат. Теперь его должен подтвердить психиатр. И вот тут могут начаться проблемы. Почему у нас нет взрослых аутистов? Это невыгодно для страны. Потому что, если я получаю такой диагноз, Власть должна мне предлагать какие-то варианты, чтобы… Ну, реабилитация там, да, и так далее, и так далее. В нашей стране уже детям эта реабилитация вообще… Ну, с 10 лет она почти нет ее, да. Ну, тогда что говорить про взрослых людей, да. А вот с вашим диагнозом шизофрения, ну, предыдущим диагнозом, там ничего подобного не полагалось. Только лечение лекарства. Маленьким он был таким, немного спастическим, ручки держал наверх, крепко сжатыми. Ему очень не нравится лай собак, когда собака лает, сразу весь сжимается. Творог не любит, и паштет с комочками, сразу отказывается. В то же время у него удивительный музыкальный слух, может, даже абсолютный. Александр родился в 1977 году, когда об аутизме еще не знали. Мама, Яна Айвара, сама врач, показывала сына лучшим специалистом. Но у них ответа не было. Все изменилось в начале 90-х. Это был второй конгресс врачей. Ко мне подошла одна доктор и сказала, «Знаете, мне абсолютно ясен диагноз вашего сына». Она наблюдала за ним, когда Александр был еще ребенком. А она сама только закончила институт, была молодым неврологом. И ее пригласил другой врач. Этот случай остался у нее в памяти. И когда стала появляться информация об аутизме, она вспомнила про нас и сказала, «У вашего сына аутизм». Сейчас 2021-й. О расстройстве аутистического спектра хорошо известно. Но в его документах такой диагноз до сих пор не значится. Нет, аутизм нигде не упоминается. Это только мое знание. Да, инвалидность с детства. Первая группа. Тот врач еще в начале 90-х посоветовала терапию музыкальную, художественную, логопедом. Все это мама своему сыну обеспечила на протяжении долгих лет. И все за свой счет. У нас, родителей таких людей, нет никакой информации, что мы можем просить от государства. Меня растрогало вот это сердце, которое он мне нарисовал на день рождения, маме. И это была его идея. Еще интересно, тогда, кажется, был праздник песни и танцев. Он сам начал рисовать кружки. Это хористы. Дирижера помог нарисовать художественный терапевт. Яне Айваре уже больше 80 лет. Сыном живут вдвоем. Но завещание писать не спешит. Чувствует, что еще не все сделано. Да, конечно, если мы лучше и правильнее опознаем аутизм, то мы, безусловно, могли бы лучше и правильнее помочь. Никита Безбородов – детский врач-психиатр, руководитель клиники детской психиатрии. Говорит, чудесного исцеления от аутизма в 18 лет не происходит. Большая часть детей с аутизмом вырастают и становятся взрослыми с аутизмом. Они живут среди нас, но с другими диагнозами. Часть этих взрослых людей с расстройством аутического спектра в Латвии, особенно этот более низко функционирующий, более тяжелый конец спектра, они фигурируют с диагнозом шизофрении. И часть этих людей, опять же, с более тяжелого конца спектра, они фигурируют с диагнозом расстройства интеллектуального развития. Если мы говорим про более высоко функционирующую часть спектра, то, опять же, там разные. Но большая часть этих людей просто не имеют диагноза и не имеют вот этого, скажем, какого-то объяснения тем трудностям, которые они испытывали через всю свою жизнь, начиная с детского возраста, но трудностям как раз именно в сфере социальной коммуникации и функционирования. Медикаментами аутизм не лечится, но есть масса эффективных методов психосоциальной реабилитации. Как так вышло, что люди годами остаются бездейственной помощи или их лечат совсем от другого? И вообще, на какую терапию может рассчитывать взрослый с аутизмом в нашей стране? Первым делом обращаюсь в Министерство здравоохранения, но там на мои вопросы не отвечают, отправляют в Минблагосостояние. Это еще раз говорит о том, что в Латвии это поле малоизучено и необработано. О проблеме детей-аутистов в обществе еще что-то известно, но даже в их случае мы не можем говорить, что есть комплексная программа. И там работа только в самом начале. А вы спрашиваете про следующий шаг. Да, эти дети вырастут, станут взрослыми, и потом возникнет вопрос, а будет ли мне помощь, когда исполнится 18 лет. Дети – это начало. Потом на этой базе можно смотреть, каков этот жизненный путь дальше. Но сегодня такую программу я не могу вам дать. Как много людей с аутизмом может быть в Латвии на самом деле? Врач-психиатр Никита Безбородов говорит, есть международные исследования. По статистике, расстройство аутистического спектра в среднем у одного человека из ста. Если в нашей стране 2 миллиона жителей, то людей с аутизмом возможно 20 тысяч. Если у меня получится, то я буду первым человеком взрослым, который в Латвии есть официальный диагноз. Не только для себя, да, обратно этот диагноз настоящий, но и даже ради тех детей, которые будут, придут эти 18 лет. Я не хочу, чтобы они чувствовали себя так, как я чувствовала себя. Это страшно. Личное дело Диана Спына, рус.лсм